привет друзья и гости моего канала у нас сегодня пирог испекла я пирог испеклимый каравай вот такой ширины так это пирог у меня друзья с ягодами на сковородке за 40 минут в два слоя я его делала видно да первый слой и второй слой залила ягоды но не ягоды у меня ягоды друзья я не стала их размораживать они у меня это надо было не заранее все это делать сливовое варенье она мне густая варенье в общем так три яйца значит я в миску разбила три яйца значит сахар друзья 100 грамм потом значит йогурт 150 грамм масло растительное 4 столовые ложки разрыхлитель 10 грамм соль две щепотки ванилин по вкусу крупа манка 150 грамм о 50 грамм мука 180 грамм и ягоды по вкусу почему так вот на две части тесто разложила заложила сковородкой крышка накрыла на медленно на медленно друзья огонечек на 40 минут шпажечкой я спичкой точила и что постенько все она не пригоревший вон друзья ничего на сковородке вот смотрите это нет друзья это верх ой тут меня уже все это вот вверх вот он видите я наоборот сказала а это вот который был внизу вот вы видите он вот даже видно вот здесь вот даже видно вот даже видно друзья вишни присыпано он не пригоревший еще отличный пирог учился с ягодами надо разрезать мне надо купить вот этот колесик друзья как он режется как пух я чуть слегка нажимаю чуть-чуть слегонца нажимаю смотрите он сам ножик прям сам идет супер супер друзья пирог смотрите все пропечено отличненько умничка таня ума девочка-то какая не сказала друзья корица корица еще по вкусу корицу чай зеленый вкусненький и не надо никакой духовке тесточка такое рыхлое хорошая у нас день сегодня теплый теплый просто друзья вот весна прелесть я по двору хожу в копточка вообще не холодно тепло тепло она знаете все время так тепло тепло а потом как бабах нет что-нибудь видите друзья все пропеченный супер ой вообще я даже ножик не нажимаю он прям сам идет мягкий рыхлый рыхлый но пачка пачка 10 грамм разрыхлителя высыпала я дно сковородки сливочным маслом и растительным маслом и если у кого ну надо рассекатель под сковородку на газовую плиту если газовая плита рассекатель надо ставить вот либо на дно сковородки сначала значит этот фольгу вырезать диаметр по сковородке круглую фольгу вырезать и на дно сковородки положить ничего не ложила медленный медленный огонёчек не маленькая конфорочка газовая а вот побольше которая прям на нет не на нет ну вот вот так вот лел газ у меня хватнул дынь туда она нас сучка летает все таки видал скажет глянь пирс сегодня она или цель сучка ты посмотри ну все хотела без монтирования сделать ой надо же кашель процепился у тебя научу на пирог теперь она от меня не отстанет засранка не буду монтировать через редактор не буду ну что ж теперь ну покашляла что ж теперь делаете супер супер пирог на сковородке на 40 минут говорила да вот кому интересно вот этот пирог где я взяла называется ролик ты посмотри сучка доставлю я тебе кусочек оставлю не переживай называется ролик ролик пирог с ягодами на сковороде без духовки кому интересно вот этот рецепт вообще чуть-чуть нажимаю он прям сам ой он 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 спрашивает меня где я работала друзья я я я портная я я я рассказывала рассказывала друзья поперед еще наверное я рассказывал на печке лавочки мукбанг наверное в том на том канале я рассказывала я работала на бюзгутерах в лугограде на халатах тогда с запахами помните были классные длинные атласные халаты с запахами розами маками мода тогда еще была а когда это было делать я работала я уже не помню может быть восемьдесят четвертый год где-то может быть 85 друзья не помню а потом я переехал сюда замуж вышла а вот здесь работал у нас и швейный цех был сейчас его по моему нету а потом я ушла в рыбцех все распался наверное с полгода я дома посидела мама уже не было похоронили маму папа был живой и у нас открылся рыбзавод это я рассказывал друзья можете зайти печки лавочки мукбанг только я не знаю как называется ролик не помню я тебе это все 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 это я рассказывала на этом канале ничего не рассказывала вот я работала на этом рыбном заводе огромный у нас рыбный завод калач на дону я билась доставила я тебя глянь какой ломать летаешь еще раз покажу а вот короче говоря стоишь скажи нам ну я работал на этом рыбном заводе устроилась сначала на моеву потом коптильную работа была конечно хорошая платили хорошо вот и потом он распался этот завод и потом уже рыбцех у нас открылся рыбцех у нас открылся сначала конечно там так как такое вот помещение было дом такой вот был холодильники были и вот комната где на четыре обработчики работали при вычистила сначала вручную чистили рыбу кто по желанию вот а кто резал филе это потом нам машину дали центрифуга знаете огромная такая центрифуга я не знаю с какой диаметром она метр тридцать может быть на метр тридцать вот такой диаметром центрифуга здоровая такая вот вообще туда по 6 ящиков забрасывали рыбу всякая судак и сазан сом нет не забрасывали самов сколько у нас было переработали мы в основном судак шоу судак гибрид сазан ну вот белый амур у нас был щуки очень было много щуки но щуку мы они не чистили значит центрифуга но мы щуку срезали ножом и меня значит взяли сразу филищицы он ко мне царство его небесное виктор павлович нас наш был бригадир ой какой золотой был мужик а почему он в рыбцех попал друзья он многое время проработал в рыбаках на катере и всего смол ты как с молоду еще как начал он а у нас же тут дом друзья у нас только здесь рыбы наша рыба наверное самая вкусная по всей россии славится жирнючая вкуснючая и вот он значит пошел к нам работать в бригадиры сразу его поставить то что его знают хорошо он знает рыбу хорошо знает все дела рыбные его поставили бригадиром дровой такой мужичарок рассеивай такой вот знаете на кого похож прям вот почти что копия жириновский и походкой у него и повадки такие вот плечо вот это вот вот жирик вот жирик мы его звали тогда как за глаза же он жирик наш пришел он хороший мужик был ох раз хороший был и в общем вот так вот а я как раз пришла устраиваться прослышала про этот рыбцех славится на весь калач он славился наш калач на дону ну я значит думаю глянь надо съездить что же там за рыбцех вот пришла значит я меня охранник пропустил меня спросил по какому поводу я на работу а ну идите ну вот я как раз зашла на территорию этого завода друзья газ 53 знаете машину до самосвал газ 53 вот так значит поднимает кузов и полный кузов груженый карася гибрид карась вот это да наш должевой весь плещется представите целая машина выгрузила вот этого карася мы на дону для нас это не в диковину столько рыбы вот и вот такая гора передо мной карась огромная гора вот и значит он выходит там мужики там значит грузчики рабочие ягоды мне будут бригадира по поводу работ но они там ему позвали он подходит чем его хотели такой простой мужик был я где по поводу работы ну чего ну завтра приходите а когда вы мол хотите выйти я груды мне все равно хоть завтра но выходи завтра значит я горячу брать с собой значит он говорит что почерней постаре одежонку берите значит желательно штаны там ковтенку тепленькую с собой прихватить потому что ночью бывает холодные бывает не тоже холодно в цеху у нас там раньше не евро был их друзья ремонт вот ремонта не было только-только-только цех начинающий был вот и значит это сапоги как с собой берите а вот но перчатки вот какие если есть там резиновые на первое время вот ну сапоги у меня там какие-то были старенькие по моему были я уже что-то и не помню вот и значит я пришла вот и он у меня сразу вторым когда не резала вот так вот сразу заблок рыбу резал когда-нибудь спроста я говорю да нет никогда я же нож в руках горы не держала никогда а он давай будешь учиться ну и все я удаляю стал как сейчас помню длинный такой стол девчатки лещи ци а мы филе щицы называется мы значит рыбу ложим на стол и такая и такая и такая всякая значит он значит говорит вон ящик тащи рыбу на весы взвешивай мне девчонок помогли значит мы взвесили на стол мне поставили тут начнем бери он пустые ящики чистенькие у нас по филе чистенькие ящики под столу я поставила и вот ведь я то начали учить значит как снимать с кости филе и вот я в первый день друзья нарезала 100 килограмм я когда взвешивала и бригадиру к светке она до сих пор там работает она уходила вот и значит я первый день нарезал 100 килограмм я значит в конце рабочего дня а мы записываем каждый свои килограммы потому что мы от сделки работали блокноте мне сразу сказал берите тетрадку или блокнотика ручку или карандаш все это записывать сколько вы сделали весов ну значит я значит филе то сдаю сколько взяла рыба с костями и сколько филе сдаю тоже записываю значит и в конце рабочего дня я ему предоставляю вот а он мне такой посчитал посмотрел переглянулись они со светой а он не говорит ты когда-нибудь резал филе я говорю нет он нифига себе говорит в первый день то 100 килограмм нарезала вот это да рекорд говорит вот это ты дала первый раз из друзья я никогда нож в руки не брала никогда не обрабатывал рыбу а ножи друзья нам давали по моему австралийские они даже под роспись нам давали чтобы как зеницу оком оберегли эти ножи они очень дорогие и в общем вот так вот бритва друзья сколько я пальцев себе порубила порезала это вообще ну как сколько ну разов десять точно порезала замотаем в аптечке йодом зальем замотаем там на пальчик оденем или там у кого перчатки из резиновые еще и дальше работать никогда не заражение у меня не было руки никогда ничего не было а тот некоторые говорят ой рыбу укололи вот такой палец нарывает никогда у меня этого не было а я знаете что делал я приходила домой 18 минут вот сколько много на болтала это долгая история рассказать проект рыбцех 25 лет отдала я этому рыбцеху вот моя работа последняя рыбцех рыба обработчица ну считалось на лучшем на лучшем счету я там была не не я была нас двое или трое было вот лучших перещатся вот так без обмана клянусь внуками детьми клин вегет цель вот так вот друзья была я лучшая филищица у нас я же говорю двое или трое было часто вспомнить надо вот так у друзья 19 минут на болтала вот попросили меня рассказать велищица приглашайте рыбку вам сделаю но естественно за это но друзья мы работали от сделки платили нам хорошо платили потом он распался обанкротился это же другая история в другом продолжении ролика как-нибудь расскажу спасибо что были со мной друзья очень вкусненький пирог делайте на вкусняцкий ничего нигде ничего не сгорел отлично спасибо всех я вас люблю друзья мы пока